всем привет наши дорогие друзья и гости канала мы рады приветствовать вас на нашем канале вот наши прекрасные галаши очки это у нас мясо яичный кросс галашейка испанка вот такого вот рыжо-коричневого цвета нам уже 10 дней вот так вот мы растем оперяемся потихонечку с нами здесь живут шиплята черно-медного марана но видно насколько галашейка уже их крупнее возраст у них одинаковый я бы даже сказала что маранчики у нас на сутки старше но галашейки у нас уже их перегоняют до этого времени они мне как-то не росли стояли на месте но смотрю что все-таки они в размерах увеличиваются может быть то что они у меня каждый день перед глазами но все равно перышки появились и на хвостики и на крылышках можно уже определить где петушок где курочка но еще я особо к ним не присматривался говорят что если есть хвостики это будут курочки а там где нет хвостиков это будут петушки можете в комментариях написать как пол определяете вы некоторые определяют пол еще в суточном возрасте по крылышкам но никогда этого не делал когда-то когда я торговал еще на рынке цыплятами то мне было интересно я проверял но не всегда можно это угадать не знаю какой есть стопроцентный метод проверки где петушок где курочка потому что этих способов сейчас очень очень много в общем цыплята у нас растут как я уже сказал с ними здесь вот сидят у нас маранчики кушают они все стартовый комбикорм досыпаю им пшено и досыпаю им кукурузную крупу сейчас вам покажу что у нас делается на нижнем этаже на улице жара стоит страшная неимоверная просто лампочка у них горит экономка этого им достаточно сейчас потому что если включить им что-то что будет их обогревать то я не думаю что они могли бы кушать они бы просто лежали пластом открыл свои клюбы здесь вот у нас нижний брудер здесь у нас сидят бралера здесь у нас сидит немного галашеки вот смотрите какой красивый крупненький петушок какие крупные лапки какой он сам массивный и бралера тоже понемножечку уже начинают преображаться в бралеров потому что были они до недавнего времени просто белыми цыплятками посмотрим какие они у нас вырастут и что с этого получится вот этот прыгнул прямо мне в руки у этих стоит кормушка вот такая и они уже на сетке сетки они уже привыкли вот такие вот у нас цыплята сейчас перейдем с вами в дом в инкубаторе у нас там уже есть пополнение и то что у нас вымоталась нужно будет принести сюда в брудер к нашим цыплятам а здесь вот у нас тихий час у наших цыплят и в наших индюков нашли они себе тенечек пока еще солнышко не повернулось на эту сторону и все вот так отдыхают индюки здесь у нас лазают по всей загородки вот со скрытыми клювами и потихонечку сходятся все в одно место для того чтобы посидеть или полежать в тенечке с индюками у нас произошла одна интересная история но об этом расскажем и вам уже позже немножечко у нас все пошло не по плану так как хотелось к ним сюда вот залетели курочки это из первых цыплят вот 2 и вот еще у нас здесь одна вот такая черненькая с хохолочком мне очень хотелось в этом году развести индюков очень к этому стремился заказал яйцо несмотря на то что мы уезжали из дома индюша то у нас вылупились но изначально что-то у нас было не так я не знаю почему так но чем больше ты что-то хочешь тем больше она у тебя не получается вылупились они не всей вылупились они не так хорошо потом пока нас не было несколько штук пропало ну и в общем все идет не так как бы хотелось белые очень хорошо растут белые это у нас белые широкогрудые две индюшки у нас есть вот голубых аспидных и красные где-то у нас ходят бродят красный это у нас красный бурбон не знаю получится у меня их всех рассоединять или нет потому что особо нечего рассоединять две индюшки из голубых несколько красных и вот небольшое количество у нас белых возможности они будут жить вместе и будет у нас смесь а возможно что-то еще поменяется может вообще индюшат и не будет ну в общем об индюках потом сейчас пока еще в сарае покажу вам наших подростков бролеров вот такие вот цыплята у нас постоянно нужно следить чтобы у них была вода в поилках чтобы у них был корм в кормушках хотя корм они не особо кушают сейчас опять началась жара корм практически они с кормушек весь рассыпают насыпаю им раз в сутки и этого им предостаточно стоит у них две кормушки больших третью сегодня я уже им не ставлю главное чтобы было у них много воды вот такие вот есть покрупнее есть помельче не знаю с чем это связано но не все они в этот раз одинаковые сейчас заодно уже проветрим и охладим яйца мускусных уток и посмотрим что у нас там получилось вчера я рассказывал о том что забрал мускусные утки яйца для того чтобы их просветить так в инкубатор я их и оставил и одно яйцо на котором она у нас ела на неделю раньше все было уже проклюнутое и в общем было после вот такой у нас плечистый красавчик будет у нас черноплечий утеночек сейчас на это яйцо которое у нас осталось скорлупа выбросим яйца перевернем а утеночка вынесем и пустим цыплятам пока не вылупятся и все его сородичей вот такой вот маленький красивый пушистик рожавчик еще не успел отсохнуть как уже хочет кушать пока посадим его на сетку пускай там сидит а здесь вот будем переворачивать яйцо которое есть в инкубаторе такое вот маленькое чудо он уже услышал что к нему начали говорить и теперь он будет уже идти на голос вот яйца оставим для того чтобы они проверились и охладились а утеночка пока отнесем цыплятам пускай он там подрастает и ожидает пока вылупятся новые утятки он конечно махненький махненький но надеюсь что все с ним здесь будет хорошо будем присматривать как он будет тебя здесь вести цыплята вроде бы его не обижают они пока его боятся но они к нему привыкнуть сейчас я ему покажу где у нас здесь стоит водичка потому что изначально главное чтобы он попил воду а корм он уже потом увидит они такие шустрые когда маленькие такие быстрые вылазит они через все преграды скачут через коробки цепляются своими коготками сюда все что можно и вылазят куда только глаза глядят ну в общем крошечка у нас поменяла место дислокации с инкубатора в брудер и будет покажите нас с этими цыплятками так что вот такие у нас дорогие друзья на сегодняшний день новости я в ожидании того что все наши утята которые там сидят в инкубаторе в яйцах вылупятся там у нас утята тяжелой немецкой линии будем ожидать что все будет хорошо и что все утятка благополучно у нас вот так мы идем куда-то мы идем и все от нас убегают но будем надеяться что мы подружимся до малыш или малышка еще не понятно но в общем вот такой красивенький черноплечий будет у нас утенок а вот мы уже такие вот красивенькие гола шейки так что вот так дорогие друзья всем спасибо за просмотр подписки лайки комментарии всем хорошего дня прекрасного настроения счастья радости любви любите будьте любимы делайте добро дорожите временем цените теми-то рядом с вами дорожите тем что у вас есть пускай все все будет хорошо еще лучше всем пока пока и до новых встреч брудере тепло так то все с ним будет хорошо цыплята сейчас успокоится не будет у них здесь жизнь прекрасная и светлая